Четыре профессиональных иллюзиониста из разных стран используют науку для создания магии. Это полностью изменит ваше представление о мире. Вы увидите волшебство на улицах, фокусы со скрытой камерой и иллюзии. Кажется чудом, но это наука. Сегодня в программе. Уэйн оживляет моторное масло. Билли дает урок восточных единоборств. Бен испытывает волшебный детектор лжи. А Джеймс бросает вызов гравитации. Замедлись! Джеймс Галлиа. Бен Хенлин. Уэйн Хаучин. Билли Китт. Наука магии. Все фокусники берегут секреты своих трюков. Но двери в мир науке открыты. Мы покажем вам, как наука может казаться магией. Вам понравится. Смотрите. Первая остановка. Нью-Йорк. Уэйн идет в автомастерскую в Бруклине, чтобы произвести презентацию нового товара механикам. Их трудно чем-то удивить. Но Уэйн надеется впечатлить их чудесным разумным моторным маслом. Очень люблю этот фокус. Наука действует очень зрелищно, и люди часто думают, что все в заправду. Хочу, чтобы всем было хорошо видно. Можно вашу бутылку? Дайте, пожалуйста. Я попрошу вас вылить всю воду. Я налью внутрь немного масла. Всем будет видно. Можно крышку? Закроем. Звучит безумно. Но я хочу оживить это масло. Сейчас покажу. Вперед. Посмотрите поближе. Проверьте. Переверните. Ничего? Ничего. Вам хотелось бы иметь масло, которое способно смазать конкретную деталь мотора, когда это нужно? Сейчас я проведу еще более наглядную демонстрацию. Я вижу ящик с инструментами. Позвольте мне взять парочку. Представим, что это детали мотора. У нас тут трос, уровень и гаечный ключ. Нальем немного на стол. Подойдите ближе. Оживи. Предположим, нам нужно смазать некоторые из этих деталей. Назовите любую. У нас есть ключ, трос и уровень. Ключ! Попробуем заставить масло смазать только ключ. Смотрите. Оно смазало ключ. Как вам? Класс! Смотрите дальше. Спи. Заставим его смазать что-нибудь еще. Уровень. Направим его к уровню. Оживи. Обожаю этот момент. Смотрите. Дело сделано. Никогда не видел ничего подобного. Мне очень понравилось. Очень. Смажем и трос, чтобы не было обидно. Направим масло к тросу. И самое интересное. Спи. Невероятно. Как ему удалось заставить жидкость слушаться. Конечно же, масло не обладает разумом. Перед фокусом в него кое-что добавили. На самом деле. Уэйн управляет феррожидкостью. Полный частиц, обладающих качествами магнита. При обычных условиях феррожидкость является жидкой. Но в присутствии мощного магнита частицы объединяются в одно целое. Уэйн незаметно управлял феррожидкостью с помощью сильных магнитов, спрятанных под столом. Если поместить этот чудо-продукт в мотор автомобиля, вода и металлические частицы вызовут ржавчину, трение и перегрев. Видно было, что некоторые поверили в то, что происходит чудо. Даже отодвигались, когда масло ползло в их сторону. Отличный фокус. На улицах столицы Польши, Варшавы, Бен ищет лжецов. Он смешал специальные химикаты, создав удивительно точный детектор лжи. Я хочу продемонстрировать вам революционный детектор лжи. Да, это специальная жидкость. Пожалуйста, протяните руку. Другой накройте сверху. Если он солжет, жидкость изменит цвет. Не может быть. Ничего еще не произошло, но мне нравится ваш энтузиазм. Первый вопрос. Да. Ваше имя Дэвид? Да. Это правда. Отлично. Я хороший мальчик. Замечательно. Второй вопрос. Мы в Польше? Да. Правильно. Хорошо. Светит ли солнце? Да, еще как. Правильно. Вы были в душе последний раз неделю назад? Нет. Правда. А-а-а! Ничего себе. Судя по детектору лжи, вы не мылись уже неделю. Вода совсем почернела. Наверное, три недели. А я думаю, откуда этот запах? От меня. Точно. Давайте-ка сюда. Большое спасибо. И вам. Вам случалось сделать жене комплимент, когда она выглядела ужасно? Нет. Ваша жена самая красивая женщина в мире? Да. Уверена? Да. Неловко вышло. Вам приходилось не мыться неделю? Нет. Что? Что? Ничего себе. Пришло время узнать правду. Детектор лжи Бена – пример замедленной химической реакции. Прежде чем задавать вопросы, Бен смешал три бесцветных компонента. Тиосульфат натрия, крахмал и йод. Реакция начинается, когда йод превращается в йодит. Тиосульфат обращает реакцию вспять, и жидкость остается прозрачной. Как только тиосульфат растворяется, йодит вступает в реакцию с крахмалом, и жидкость синеет. Зная пропорции, можно предсказать этот момент с точностью до секунды. Плохой фокус. В банках используют ручки с добавкой йода, чтобы различать поддельные банкноты, которые часто печатают на бумаге с содержанием крахмала. Настоящие банкноты печатают на хлопковой бумаге, не содержащей крахмал. В Лондоне Билли готовится вступить в бой с мастерами восточных единоборств. Какое оружие? Наука и магия. В мире сотни видов единоборств. Как и везде, тренировка – путь к мастерству. То же касается и фокусов. Я никогда не занималась единоборствами, но я собираюсь победить и доказать, что знание – сила. Господа, мне кажется, я владею мечом лучше вас. Задача такая. Посмотрим, сколько зерен риса вы сможете поднять с помощью своего меча. Начнем с вас, мистер Красный Пояс. Сколько рисовых зерен вам удастся поднять, используя только меч? Не торопитесь. Только посмотрите, похоже, штук 20. Отлично. Мистер Черный Пояс. Красный Пояс неплохо себя показал. Берите меч. Посмотрим, сколько зерен поднимите вы. Прекрасная техника. Отлично. Вот это да. Поразительно. Всего пять, шесть, семь зернышек. До Красного Пояса далеко. Принимаете вызов? Да. Можете взять меч. Не спешите. Это всего лишь рис. Ничего особенного. Руки дрожат осторожно. Совсем неплохо. Где-то около 15, и вы называете себя Черным Поясом? Вы сенсей? Так и есть. Берите меч. Я занимаюсь айкидо 30 лет. Я не люблю подчиняться правилам. Ну-ка. У меня есть план. План? Как интересно. Сенсей, план не удался. Мы никому не расскажем. Можно еще сверху насыпать. Я не могу сказать. Да. Но условия были поднять рис, используя только меч. У меня только меч. Давайте посчитаем. Что-то вроде 69 зернышек. Отлично, сенсей. Очень находчиво. Ну, а у меня другая техника. Я собираюсь направить свою энергию прямо в эту банку с рисом. Смотрите. Видели? Я подняла все зернышки с помощью одного меча. Нас обставили. Всех до единого. Классический пример победы духа над телом. Как ей это удалось? В банке Билли было больше риса, чем в остальных. Поэтому, когда она засунула внутрь меч, он оказался плотно зажат. При подъеме меча на банку действовали две силы. Сила тяжести тянула ее вниз, а сила Билли вверх. Трение между мечом и тесно спрессованным рисом удержало меч на месте, позволив поднять банку и преодолеть силу тяжести. Теперь, если мне понадобится поднять банку риса, я знаю, как это сделать. Бег живи, бег учись. Лондон. Джеймс готовится выполнить сложный фокус, в ходе которого могут пострадать его самолюбие и его кости. Вот что он задумал. Со строительных лесов свисает 16-метровая труба. Сверху лежит 6-килограммовое ядро. Когда его отпустят, оно упадет в трубу. Жестко. Задача посложнее, чем обычная. Мне нужно создать реальную опасность, поставить на кон что-то настоящее. Если иллюзионисту не удается фокус, пусть пожинает последствия. Через несколько часов зрители увидят своими глазами, как Джеймс подставит ладонь под падающее ядро. Но зрителям неизвестно, что Джеймс планирует замедлить падение ядра. А ему неизвестно, наверняка сработает ли научная основа фокуса. Замедлийся! Наука магии. Наука магии. В Лондоне Джеймс почти готов к большому выступлению. Прибыли зрители, пути назад нет. Здравствуйте! Привет! Вам, наверное, интересно, зачем вы здесь. Уэйн? Можно поставить таймер на пять секунд? Позади меня 16-метровая труба. Наверху лежит 6-килограммовое ядро. Приготовьте ядро. Пускайте таймер. Два. Один. Убийственно. Как по-вашему, какая часть тела важнее всего для фокусника? Без пошлости. Конечно, руки. Через секунду для вашего развлечения я рискну ими. Уэйн, подойди. Один из вас будет ассистентом. Как вас зовут? Люк. Не хотите ли нам помочь? Конечно. Отлично. Аплодисменты Люку. Прошу, идите сюда. Очень приятно. Ждите тут. Осторожно. Разумеется. Вы видите, что тут у нас стол покрытый стеклом. Постучите. К столу привинчены наручники. Потрогайте. Прикоснитесь. Убедитесь, что это не бумага и не картон, а металл. Как вы считаете, можно ли высвободить отсюда руку? Никак. Верно? Никак. Наручники тугие. Хорошо. Сейчас мы попросим вас приковать Джеймса к столу. Он думал, что мы прикуем его. Осмотрите замок, подергайте его. Крепко закрыт. Да. А это единственный ключ от замка. В этой чаше находятся около сотни ключей. Все они разные. И этот единственный, способный открыть замок. Это очень важно. Подержите его. Не потеряйте. Когда таймер включится, его уже не остановить. Успею я освободиться или нет, ядро упадет. Люк, подойдите и проденьте замок. Закрывайте. Проверьте. Подергайте. Нормально? Да, вполне. Отлично. Теперь я попрошу вас дать мне две секунды, чтобы запомнить форму нужного ключа, прежде чем он будет брошен в чашу к сотне других. Ладно. Не спешите. Или все может закончиться трагично. Хорошо. Начали. Готовы? Да. Поехали. Одна секунда. Две секунды. Запомнил. Хорошо. Суньте туда палец. Помешайте. Присмотритесь. Все смешалось? Да. Отлично. Сейчас здесь станет опасно, так что спасибо за вашу помощь. Не за что. Вернитесь на место. Дамы и господа, я прошу всех вернуться туда, где мы были несколько минут назад. Готовьте ядро! Джеймс. Готов? Да. Удачи. Поставьте таймер на одну минуту. У Джеймса есть 60 секунд на то, чтобы найти ключ и освободить руку. Поехали. Запускайте таймер. Не разбрасывай ключи. Спасибо за совет. 40 секунд. Не спеши. Время еще есть. Я отбираю похожие. 30 секунд. Уже 30? Да. Не разбрасывай ключи и концентрируйся на форме. Ладно. 15 секунд. Уже пора. Попробую этот. Не тот. Уэйн, останови таймер. Останови. Я не могу его остановить. Замедлись. Уже пора. Зрители не знали, что у Джеймса не было шансов найти ключ по памяти. У него на готове была отмычка, которой он и открыл замок. Разумеется, ядро падало по-настоящему. Но у Джеймса в запасе был научный фокус, позволивший ему успеть освободиться. Когда осталось 10 секунд, я решил, что его руке конец. Ядро полетело вниз, и тут случилось чудо. Не ожидал увидеть такое нарушение законов физики. Просто фантастика. Ядро все-таки упало. Он еле-еле успел. Джеймс использовал явление под названием правило Ленца. Первое сброшенное ядро было сделано из стали. Оно преодолело трубу за 1,6 секунды. Но для фокуса взяли ядро с сердцевиной из супермощного магнита. Сначала оно вело себя как стальное, поскольку верхняя половина трубы была изготовлена из обычного пластика. А нижняя половина сделана из алюминия. Когда ядро достигло нижней половины, магнитный поток возбудил в металле электрическое поле, называемое вихревым. На ядро начала действовать подъемная сила, направленная вверх, что замедлило его падение на 4 секунды. Для этого фокуса нужна немалая смелость, даже если знаешь секрет. Да, страшновато. Когда видишь наверху это ядро, готовое упасть, становится не по себе. Невероятно, у меня мурашки побежали. Нечто настолько зрелищное может напугать людей. Было ясно, что она что-то задумала, но подобного никто не ожидал. Я не думал, что это сработает. Он меня подловил. Я бы никогда не пошел на такое. Он настоящий мастер.